Что год грядущий нам готовит? Сегодня в Доме правительства состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2016 год. Каковы будут его параметры, на что уйдут деньги в первую очередь? Что думают по поводу непростой экономической ситуации депутаты? Бюджет будущего года должен соответствовать той ситуации, в которой находится страна на нынешний день, сказал на одном из совещаний с членами российского правительства Дмитрий Медведев. Примерно такой же посыл проглядывался сегодня в выступлении министра экономического развития Чувашии Владимира Аврелькина. Бизнес, как крупный, так и малый, переживает непростые времена. Бюджет будет 2016 год напряженный. Я надеюсь, что все мы с вами, за счет рукава, сделаем так, чтобы он достаточно комфортно был сработан. Мы буквально вчера на кабинете министра рассматривали итоги развития, вытклиния министра планировки, рассматривали итоги деятельности промышленного комплекса за 10 месяцев текущего года. Пока идем с прогнозом, вы можете видеть тоже на слайде 95,2. Некоторое оживление оно есть, но вместе с тем предпосылки, которые сегодня формируются с федеральным бюджетом, не позволяют достаточно уверенно прогнозировать то, что ситуация улучшится как-то или сохранится хотя бы на те же показатели, что и сегодня. Финансисты уже перестали заглядывать вперед. Республиканскую казну формируют на год и, увы, по консервативному принципу, исходя из наиболее неблагоприятных прогнозов развития экономики. Доходы на 2016 год предлагаются утвердить в объеме 32,103,8 млн. рублей. Это 86,5% к уровню 2015 года. В том числе, собственные доходы на 2016 год оцениваются в объеме 22,292,7 млн. рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34,327 млн. рублей, что на уровне 83,8% к текущему году. Дефицит оценивается на уровне 10% от собственных доходов в сумме 2,223 млн. рублей. Уменьшение доходов и расходов бюджета связано с отсутствием правительства закона в полном объеме безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Но какие бы пессимистичные прогнозы ни звучали сегодня, приоритетные направления расходов без финансирования не останутся. На образование в 2016 году планируется потратить более трети всех средств – 10,472 млрд. рублей. 139 млн. планируется вложить в строительство новых школ. На здравоохранение направят 6,2 млрд. рублей. 2,7 млрд. потратят на дороги. В обсуждении бюджета 2016 года участвовали депутаты, руководители муниципальных образований, были даже студенты, вероятно, будущие финансисты, которые могли воочию видеть, как нелегко идет формирование республиканской казны. Первое. Необходимо в корне изменить сложившееся отношение к экспериментальному инвестиционному проекту «Новый город». Разработать на 2016-2020 годы программу строительства объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилых домов. Из всех серьезнейших проблем в трудном бюджете, в проекте бюджета, который мы обсуждаем, мы считаем, что это одна из самых ключевых проблем. Почему? Потому что это социальное жилье, 151 дом, более миллиона квадратных метров, 43 тысячи жителей. Прежде всего, социальное жилье – это молодые люди, это значит дети. От Николая Селиванова, некогда тоже работавшего в парламенте республики, прозвучало предложение вспомнить про так и недостроенный водовод в Шамушинском, Батаревском и Комсомольском районах. Кстати, этот вопрос обсуждался на встрече главы республики Михаила Игнатьева, заместителем министра строительства России Андреем Чибисом. Решение его видится только в частно-государственном партнерстве. Обсуждение бюджета будет продолжено. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика.